Что можно купить в продуктовом магазине Нью-Йорка за 100 долларов? 100 долларов – это много или мало? Что происходит в СНГ и почему тема актуальна? На фоне растущих цен в наших странах и безумном темпе инфляции. Так, например, уровень годовой инфляции по итогам августа 2021 года в России достиг 6,7%, сообщил Росстат. Это новое максимальное значение за последние 5 лет. В Братской Беларуси в июле 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 8,1%. В Казахстане по итогам июня годовой уровень инфляции составил 7,9%. И ходят слухи о девальвации национальной валюты. А Кыргызстан вообще побил новые рекорды роста цен. И по данным Национального статистического комитета составляет 9,7%, показывая динамический рост. Мы переместимся в Америку. И сегодня я приглашаю вас отправиться в продуктовый магазин в одном из спальных районов Нью-Йорка. Так что мы сможем купить в мегаполисе за 100 долларов? Овощи и фрукты. Огурцы. 6 штук. 3,99 доллара. Яблоки. Примерно 900 грамм. 2,98 доллара. Сладкий перец. 4 штуки. 5,99 доллара. Романский салат. 3 штуки. 3,99 доллара. Груши. Примерно 900 грамм. 3,98 доллара. Бананы. Примерно 900 грамм. 1,98 доллара. Морковь. Примерно 900 грамм. 1,98 доллара. Помидоры. Примерно 900 грамм. 5,98 доллара. Репчатый лук. Примерно 900 грамм. 1,98 доллара. Картофель. Примерно 900 грамм. 1,98 доллара. Молочные продукты. Органическое молоко. 1,89 литра. 4,99 доллара. Йогурт. 6 стаканчиков. 4,99 доллара. Сыр моцарелла. Примерно 450 грамм. 5,99 доллара. Творог. Примерно 420 грамм. 5 долларов. Сливочное масло. Примерно 225 грамм. 5,99 доллара. Самое необходимое. Яйца 12 штук. 3,09 доллара. Чай черный в пакетиках. 50 штук. 10,49 доллара. Ржаной хлеб. 450 грамм. 2,99 доллара. Овсяные хлопья. Примерно 900 грамм. 6,79 доллара. Соль. Примерно 730 грамм. 1,59 доллара. Сахар. Примерно 900 грамм. 3,39 доллара. Мясо. Говядина. Примерно 900 грамм. 7,98 доллара. Куриные бедра. Примерно 900 грамм. 2,98 доллара. В местные магазины заходят в основном докупить десяток яиц или хлеб. Обычно же семьи ездят в крупные загородные магазины. Допустим, я отправляюсь пополнять запасы холодильника в большой магазин Костко. Это аналог нашего метро. У меня годовая карта. Продукты в этом магазине мы с супругой покупаем мелким оптом. Это огромная экономия. Примерно на 20-25%. Получайте визу в США, приезжайте к нам в Нью-Йорк и мы покажем вам магазины, школы, городские службы и поможем быстро пройти социальную адаптацию и стать частью американского общества и культуры. И еще. На что в вашей стране хватает 100 долларов? Очень интересно.